Сейчас мы поговорим про такую важную, так сказать, важную сферу повседневной жизни парижской в первой плане XIX века, как, можно сказать, анахронизмом общественное питание. Потому что это был очень важный и чисто парижский элемент, был такой роман Эжен-Сю «Парижские тайны», вышедший в начале 40-х годов, и фильм по нему потом был сделан. И вот он начинается с описания такого чудовищного района Парижа, а это остров Сите, который был не такой туристский, яркий, прекрасный и, в общем, чистый, как сейчас, а это было одно из самых страшных мест Парижа, хотя и в самом центре. И там были проститутки, воры, все это гнездилось там. И вот Эжен-Сю описывает такое заведение под названием «Белый кролик». Это такой самый настоящий кабак, и хозяйка его прозвища была «Людоедка». И там давали блюдо под названием «Бульонка», которое Сю определяет как «мешанина из местных, рыбных и других остатков со стола с лук аристократических домов». Ну, изысканная пища. И таких кабаков было немало, и не только там. Там, например, были два заведения. Одно называлось «Кафе промокших ног», а другое «Ресторан промокших ног». Ну, потому что там не было ни скамеек, ни стульев, и всегда какая-то жижа была на полу. Там были тоже какие-то первое и второе блюда, то есть какая-то жижа в виде супа, и потом какие-то лохмотья капусты в виде второго, так сказать, блюда. Но в промежутках кухарка вытирала тарелку грязной тряпкой. Но это по описаниям, так сказать, современников. Такие были, конечно, места были уровнем выше. Но для неимущих, бедных студентов, в основном в латинском квартале, были вот харчевни. И Бальзак в утраченных иллюзиях описывает такую харчевню. Она действительно существовала, даже их было две под примерно одинаковым названием, по названию владельца – фликото. И вот у этого фликото можно было поесть очень дешево, но все-таки поесть, и даже из некоторых блюд. И главное, там был лозунг «хлеба вдоволь». Вот это «а волонте», которая сейчас еще сохранилась, ну, не хлеба, в некоторых парижских заведениях, то есть что можно за определенную сумму заказывать, ну, рассчитывая на человеческую психологию, что в какой-то момент человек не удав, поэтому он все-таки прекращает заказывать. Вот у фликото было «хлеба вдоволь», а про другие блюда Бальзак пишет. Вообще там был в основном картофель, а порой пошлая клевета приписывала появление у фликото бифштексов мору лошадей. Дальше были табльдоты. Это такая довольно архаическая, в принципе, форма, то есть табльдот – это стол для гостей. И, в принципе, эти табльдоты изначально были при гостиницах, то есть там, где люди останавливались, и одновременно они там же и столовались. Принцип какой? Все сидят за общим столом, и есть одно блюдо, там нет выбора. То есть то, что хозяйка приготовила, то люди и едят. И там еще была сложная система распределения за столом, потому что кто сидел ближе и был более активен, тот забирал себе лучшие куски. А куски-то, если это какой-нибудь, не знаю, даже индюшка или поросенок, ну что угодно, есть куски получше и похуже. На этом об округе табльдотов создавалась целая мифология. Например, вот такой автор аль-монаха Гурманов, мой любимый писатель для Модуля-Реньер, большой знаток, так сказать, гастрономического общежития, то есть форм поведения за столом, он создал целый миф про то, что до революции табльдоты были формой такого, как сказать, примирения, что там каждый друг другу уступал, и тот, кто сидел дальше, тому помогали те, кто сидел ближе. И, в общем, была всеобщая гармония. А когда революция внесла свой, естественно, разлад, политический всякий, то стал человек человеку волк, и табльдоты сначала вообще прекратились, а потом, когда возродились, то уже не стало вот этой мирной жизни, и, значит, кто сильнее забирает себе куски. Он, конечно, это была утопия, потому что по описанию другого человека в XVIII веке тоже не все табльдоты были так мирно устроены. Вообще парижская жизнь того времени, может быть, и другого тоже, она была очень стратифицирована и в том смысле, что для каждой категории людей, в смысле имущественной категории, существовали свои формы питания, транспорта, поселения, всего. Зависело от имущественного состояния и от районов. Так вот, значит, табльдоты тоже были разные, и были табльдоты совсем дешевые и совсем плохие, и там, в общем, они не сильно отличались от этих харчевин. А потом, постепенно поднимаясь, так сказать, по иерархической лестнице вверх, доходили до таких табльдотов, которые, в общем, были не хуже самых прекрасных ресторанов, но дешевле почему-то. Почему дешевле? Потому что там, как правило, ну не как правило, но в общем часто, хозяева или хозяйки таких табльдотов устраивали у себя еще карточную игру, такую полуподпольную. Ну, то есть они за это не платили никаких денег, это не был официальный игорный дом. Ну, и эта карточная игра кому-нибудь, как правило, самой хозяйке или ближним ее, пригласила некоторый доход. За счет этого она могла, так сказать, людей питать вот хорошо, но сравнительно дешево. Но эта вот табльдот была, повторяю, архаическая форма. Одновременно в Париже уже в это время возникла совершенно новаторская форма. То есть, собственно говоря, она возникла еще в конце 18... даже, ну как во второй половине 18 века. Это вот то, что мы называем рестораны. Этимология «рестуран» – это причастие, то есть причастие формы речи. Оно означает... часть речи. Оно означает укрепляющий, восстанавливающий. То есть сначала были люди, которые имели право, ну, официальную привилегию, только подавать бульон, вот этот бульон крепкий, он и восстанавливал силы. И блюда из яиц и мяса, и больше ничего. Но постепенно стали вот такими заведениями заниматься повара, которые, так сказать, получали, ну, как бы проходили школу в аристократических домах. Это, я повторяю, началось еще до революции. Но после революции очень много этих поваров осталось без места, потому что их хозяев или казнили, или хозяева уехали в миграцию. И вот эти прекрасные повара стали открывать свои заведения. И там совершенно изменился принцип. Потому что, во-первых, там был выбор. Там была вот карта. Тогда слово «меню» вот для этого, для предмета, который подают, не употребляли, а «меню» это означало, оно было уже слово по-французски, но оно означало вот, собственно, сам выбор блюд. А то, где они написаны, называлось «карта». И эта карта была довольно-таки, значит, как бы распространенная. Вот. И кроме того, это было первое новшество, а второе было новшество, что человек мог сидеть за отдельным столом. То есть вот не обязаны все сидеть за общим столом, а если ты пришел с дамой, потому что уже где-то к 30-м годам сначала это, конечно, была чисто мужская форма питания, а потом уже ходили туда с дамами. А в конце вот периода, уже в 40-е годы, даже имели право дамы ходить туда одни. И есть воспоминания одной американки, которая пишет, что она была сначала этим поражена и не верила, а потом пришла, и ей так понравилось, и никто не глазел на нее. Там чисто, прекрасно, и это совершенно нормальная форма времяпрепровождения. Но вот почему я говорю, что это была, так сказать, революционная форма питания, когда русские люди попали, офицеры в 14-м году в Париж, вот Федор Николаевич Глинка, например, его страшно поразило, что вот есть вот этот выбор по карте, и что люди сидят за отдельными столами, и что ты можешь себе выбрать то, что ты хочешь. То есть тогда это было новым. И рестораны тоже были разные, потому что были рестораны за два франка, это дешевые, потому что дорогие стоили, могли, значит, за одну трапезу человек мог заплатить и 20, и 25 франков. Но за два франка люди получали выбор из десятков блюд, получали, значит, соответственно, вот один суп и три других блюда, и еще хлебец, пол-литра вина, маконского или шабли, а также один, значит, из десертов. Причем десертов было 36, ну, в одном из этих ресторанов. Рестораны были на очень большое количество народу, ну, несколько сотен человек. И опять же, русских людей поражали, вот, а слово официант не было, ну, слуги, вот эти, так сказать, ресторанные слуги, которые без бумажки запоминали, что кому нужно, и приносили, и никогда не ошибались. Значит, вот это было, и в некоторые из этих ресторанов по 500-600 человек в день приходило. То есть огромная, так сказать, пропускаемость. А были, конечно, как я сказала, уже рестораны дороже. Вот был такой дороже, то есть до 20 франков за трапезу. Но там и выбор был огромнейший, потому что был такой знаменитый, в основном, рыбный ресторан «Канкальская скала», тоже на правом берегу Сены. И Гримон де л'Ареньер тот же писал, что если бы от всех устриц вот эти раковины там бы бросили, около ресторана, там бы уже была гора выше пятиэтажных домов. Вот. Там рыбных блюд было в карте в какой-то период 112. И остальных, не только рыбных, тоже было где-то по несколько десятков. Вот выбор. Но там, соответственно, и стоило дороже. Вот. Это, значит, рестораны. И, наконец, нельзя, конечно, без этого обвозить, важнейшая форма парижского времяпривобождения – это кафе. Тут, так сказать, своя мифология, потому что кафе, конечно, было место не только питания, но и общения. Потому что были кафе по интересам. Там одно кафе для шахматистов, а другое кафе для провинциальных актеров. Были кафе по политическим убеждениям. Одно кафе бонапартистское, а другое кафе реалистское. Все это, конечно, совершенно, так сказать, неофициально, но, тем не менее, вполне, так сказать, всем это было известно. В кафе приходили люди не только есть и пить, но и читать газеты. Не все кафе могли выписывать все газеты, поэтому, опять же, каждый кафе в соответствии с политическими пристрастиями хозяина и посетителей выписывала газеты того или иного политического направления. Я говорю, что сначала, в начале века и еще в середине 810-х годов в кафе приходили съесть то, что называется сейчас пюти деженет, то есть легкий завтрак, то есть кофе или горячий шоколад и какой-нибудь клебец, кусок масла и сахар. Но постепенно, и это было связано, кстати, как говорят, с политической жизнью, потому что депутаты заседали очень поздно, и депутатам-то, ну там им что-то, вот их кормили чем-то в палате депутатов, а люди не могли дожидаться обеда до 6-7 вечера с таким легким завтраком, если они днем ничего не ели. И постепенно, значит, в середине дня, ну где-то в 12, ну, собственно, вот как и сейчас во Франции, появился завтрак, тот сейчас называется просто дежене, а тогда это называлось дежене а-ля фуршет, то есть совершенно противоположное тому, что мы подразумеваем под фуршетом, потому что это как раз был плотный завтрак, и его, видимо, надо переводить как «завтрак с вилкой в руке», потому что там уже подавали не только кофе с булочкой, а там подавали в сущности все то же, что и за обедом, только там не было жаркого, во-первых, и во-вторых, то есть, ну, таких массивных мясных блюд, приготовленных на вертеле. И кроме того, там, в отличие вот и французский обед, он состоял из разных перемен блюд, то есть что-то приносили, все ставили на стол, потом все это уносили и приносили следующую перемену. А завтрак вот этот плотный, он отличался только тем, что все сразу ставили на стол, и поэтому появились кафе-рестораны, где можно было в какое-то время дня только кофе, и кофе с каким-то алкоголем, а можно было вот так вот плотно позавтракать, ну, в общем, практически по нашим-то понятиям пообедать. Вот, и там были в хороших вот таких кафе-ресторанах на бульвале итальянцев, например, вот в самом центре модного Парижа, там можно было прекрасно поесть с какими-то невероятными блюдами, какими-то там и куропатками, и паштетами, вот, а в середине дня, ну, так сказать, за плату. Вот, а кроме того, еще последняя форма, о которой нужно сказать, которая появилась уже вот в конце вот того периода, о котором я говорю, в сороковые годы, это кафе-шантан, то есть то, что мы знаем как кафе-шантан по-русски, а это кафе-шантан, то есть дословно поющие кафе. Это были кафе, где, соответственно, можно было послушать каких-нибудь певцов и для этого были, это, так сказать, профессиональные певцы выступали, а наоборот, с 18 века были такие кафе, как бы одновременно песенные клубы. Вот такие песенники типа Беранже, ну, и менее известные для сейчас, собирались там раз в месяц, например, чтобы и поесть, и одновременно обменяться новыми своими сочинениями в стихах и в песнях. Одним словом, общественное питание было в Париж представлено очень богато и на всех уровнях. Спасибо.